Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкес и мы продолжаем прохождение сюжетного режима Хартланд в игре State of Dickey 2 Джиггернаут. В прошлой серии мы с вами сделали несколько вылазок за ресурсами, встретились здесь с чумным Джиггернаутом, причем не с одним, и наконец-таки нашли Рея Сантоса, пообщались с ним, оказали ему посильную помощь и обессиленные, уставшие вернулись на базу. В конце мы с вами узнали, что способность оружейное дело Квинси позволяет нам улучшить нашу мастерскую и получить доступ к крафту крутого холодного и автоматического оружия. Также прокачавшись до героя, наш Квинси получил уникальнейшую крутую способность. Обратите внимание на зеленый текст, любой может совершать рывки и открывать запертые двери, пригнувшись. Я сперва не совсем понял эту формулировку, потом переключился на нашу Елену и решил попробовать. Обратите внимание. Теперь мы с вами можем ходить в скрытности, даже не имея как таковой самой скрытности. Так, и смотрите-ка, у нас быстренько прокачался. Так, где это у нас находится? Вспомнить бы вот здесь. Выносливость. Давайте-ка возьмем какую-нибудь специализацию. Уклонение и лазание становится быстрее, требует меньше затрат энергии. Ну, как бы, не знаю, посмотрим. Снижает расходы энергии на рывки, уровень усталости накапливается медленнее. Снижает затраты энергии на ближний бой, подходит для тяжелого оружия. Можно выполнять пинок в полете и мощный удар. Ну, вы знаете, это, конечно, будет выглядеть странно. Девушка у нас будет орудовать тяжелым оружием. Но, в принципе, с другой стороны, почему бы и нет? Она у нас, собственно, полицейский. А полицейские, возможно, проходят некую спецподготовку. И могут в итоге, да, махать крутым тяжелым оружием, типа того молота, который мы с вами нашли в прошлой серии. Скорее всего, мы, я думаю, сейчас Елене его и передадим, а Квинси мы скрафтим что-нибудь интересное. Давайте переключимся на него для начала. Да, нам предлагается выполнить задание, которое нас уже здесь подоспело под названием «Недовольные соседи». Нам нужно поговорить с Кишей, которая пришла к нам на базу. Где-то здесь я ее видел, она где-то здесь уже стоит, ручки скрестила на груди и недовольна такая подсокивает языком. Дескать, чего вы до сих пор на меня не реагируете, гады? Я здесь стою, вот, собственно, видели, да? Очередной раз она возмущается. Это убираем и пойдемте к Квинси. Мы сейчас с вами скрафтим какой-нибудь меч. Я там положил глаз на меч из арматуры. Интересная у него форма. Можно сделать вот этот, мачете, да, в стиле орков из «Властелина колец». У них были нечто подобное, у Рукхаев, по-моему, даже не у орков. Но я бы хотел сделать вот этот. Не знаю, прогадаю я или нет. Ну да, черт с ним. Сейчас посмотрим. Я думаю, что он крутой. Классный и крутой. Расчленение на максимум. Прочность гигантская. Скорость обалденная. Убойная сила. Ну, в общем, все есть. А ну, покажи, Квинси, похвались. Вот такой вот ты, да, теперь парень опасный. Если что, ножом в живот. Понятно. Войдя в игру, я почему-то вошел ночью. Все мои машины были разбросаны здесь по округе. Мне пришлось подгонять их. Две вот по-прежнему стоят почему-то возле туалета. Видимо, наверное, захотелось им по нужде туда скататься. Ну да ладно. Что ж, а давайте общаться с Кишей. Посмотрим, что она нам может рассказать. Помоги мне объяснить одним нехорошим людям, что моего друга лучше оставить в покое. Наверное, я могу с этим помочь. Вот так вот, да? Смотрите, приходит некая незнакомая темнокожая девушка. И, дескать, такая... Взять кого-нибудь с собой было бы неплохо. Ну, давайте возьмем Елену. Да, она предлагает играть, взять ее. В общем, смотрите, ситуация интересная. Приходит, значит, вообще совершенно незнакомый человек. А где Елена, кстати? А ты хитрая какая? Можно зайти? Можно. Приходит незнакомый человек, говорит, ты мог бы там убить нескольких людей? Они мне не нравятся. И Квинси такой, конечно, черт возьми. Ну, конечно, да. Как кого? Показывай пальцем. Пожалуй, ты мне пригодишься. Естественно. Естественно, пригодишься. Возможно, у них даже роман, друзья. Я не буду этого утверждать, но они вместе, мало ли, привязываются друг к другу постепенно. Сперва крепкая дружба. А потом уже впоследствии и более теплые отношения возникают. Ты идешь? Кстати, там нет. Смотрим, что у нас у Квинси. У нас пистолет с 30 патронов, крутой меч, один пузырек, который обязательно нужно превратить в три как минимум. Три как минимум пузырька, да. Чума у него вроде бы пока еще в норме. Кстати, я подсобирал пакетиков. А где они? Где они, мои пакетики? Сколько их у меня? 20 штук. Смотрите, фича. За один пакетик можно убирать симптомы. Ну, то есть температуру. Очень, очень полезная тема. Подходим вот сюда, да. И вот эту штучку за один пакетик можем убирать. Пакетики, в принципе, я думаю, что на этой карте вообще не проблема. А, кстати, смотрите-ка, пузатый идет. Пузатого валить. Пузатого срочно валить. Он прется сюда, гад. Вонючий. В прямом и в переносном смысле. Пошел вон, урод. Отсюда, от нашей базы. Так, ну что ж, смотрим, куда нам, собственно, нужно. Угу. Нам недалеко. И смотрите, у нас уже появилось первое скопление. Скорее всего, в этой серии мы туда рванем. Да устроим там настоящий погром. И получилось так, что пригоняя вот этот джип на базу, я встретил ферала, который дверку оторвал. Вы не поверите, просто играючи. Он прыгнул. Обычно я привык, что фералу так, знаете, подергиваю дверочку. А, кстати, смотрите-ка, у нас тут клиент есть, да? Хорошо, ушел. На отдых. Ну что, давайте пробираться как-то. Джиггернаут, это, конечно, не в тему. Черт бы его побрал, вообще не в тему. Пойдем, наверное, к армейскому грузовичку, да? Скорее всего, его возьмем. Но нам нужно будет обязательно сейчас канистрочку взять из микроавтобуса. По-моему, там она есть. Вообще, ни разу не пожалел, что взял именно этих ребят себе для начала, здесь, для прохождения Хартленда. Потому что ребята мега крутые. Елена дает разведку. Она реально видит, ну, на довольно большом радиусе зомби. Это очень круто, на самом деле. Нет, заправлять не будем, давай просто положим. Багажник? Спасибо. Я, кстати, ей дал в итоге вот этот скар. Она же все равно патроны не тратит, да? Наверное. Слушай, девчонки, а вы классные. Женюсь на обеих сразу. Поехали. Поехали прямо в ЗАГС, прямо отсюда. На самом деле, толстяк может нам сейчас попить крови. В смысле, джиггернаут, который... Ну, я думаю, что мы как-нибудь мимо него там прощемимся. Ммм, дурак. Не научился перешагивать через отбойник. Ну, теперь страдай. Бегай там и топчись ногами. Так вот, вообще ни разу не пожалел мега-крутые, что Квинси дает возможность передвигаться всем в приседе и совершать все действия, как будто бы есть скрытность. Это вообще мега-круто. Я даже не знал, что такое, в принципе, возможно. Так, смотрите, здесь есть домишко, да? Как бы, по-хорошему, надо еще и внуто назад привезти, чтобы не в холостую ездить. Обязательно. Сейчас будем смотреть, где мы с вами будем это все дело собирать. А вот это местечко может впоследствии нам здесь подсолить. Так, хорошо. Отправляйтесь с Киша в оранжерею. Ну, посмотрим, посмотрим, что сейчас будет дальше происходить. Я надеюсь, что не сразу стрельба начнется и пальба. Надеюсь, что получится, может быть, как-то более дипломатично нам решить все наши разногласия. Так, ребят, пока отстреливайтесь, давайте. А ну, как дерешься? Покажи. Ну, наверное, нормально. А я Елене забыл в итоге кувалду дать, жесть. Забыл, да, серьезно, каюсь. Ладно, ничего страшного. Вернемся же, в любом случае, на базу рано или поздно, наверное. Смотрим, поговорить. Ксандр. Ксандр, да? 3 икса у нас, по-моему, тоже был Ксандр. Кейдж, вроде бы, звали его. А где этот друг? Куда ты пошел? Спасибо, что согласились поставить на место этих Уилкерсонов. Ммм, я еще не согласился, но ладно, хорошо. Не просто жить, когда кровавая чума распространяется все дальше. А то еще Микки Уилкерсон обложил всех в этой долине налогом. Вообще невыносимо. Почему ты просто не уйдешь из города? Мосты разрушены, а здесь бродят столько членных зомби, что я и сосчитать не могу. Так, ну хорошо. Где твои Уилкерсоны? Показывай. Нет, не здесь. А, стоп, а что надо? Хорошо. Скорее всего, сейчас продолжение подъедет. Уилкерсоны, ты ничего, но проблем. Это не твоя борьба, врага. Жесть, прости, братан. Ну это так, ладно, ладно. Для профилактики, я думаю, тебе полезно будет. Все, ты, то есть, подошел, получил со Скара несколько выстрелов в грудь. И такой, ладно, ладно, я все понял, ухожу. Ну, хорошо. Пойдемте поговорим с Ксандером. Наверное, он что-нибудь нам даст. За это дело. Друг, я не хочу с тобой бегать, ты мне надоел. Давай скорее с тобой закончим. Спасибо, что заступились, хочу поделиться с вами тем, что Хон хотел у меня отнять. А, мешочек, да? Мешок картошки, жесть. За мешок картошки? Хотел убить, представляете, да? В каком отчаянии здесь люди находятся. Вернитесь домой с Киша. Братан, а ты не хочешь к нам в команду? А ну-ка, поторгуем, что у тебя есть? Таблеточный пресс. Слушай, а вот это прикольная тема. Я бы, наверное, не прочь, но пока нет. Пока, скорее всего, нет. А вот патрончики. Ладно, пока ничего нет. Пойдемте лутаться. А потом посмотрим. Здесь куча всего, нужно нам с вами полутать. Отлично, материальчики. Хорошо. То есть, смотрите, логика квеста. Пришел Уилкерсон, господи, это фамилия жесткая, забрать мешок картошки. Этот говорит, не отдам. Хочешь, бей, убивай, режь, не отдам. Хорошо. Пожаловался нам. Он хочет меня убить за мешок картошки, а я не могу его ему отдать. Мне очень нравится этот мешок. Я хочу его кушать. Долго и протяжно. В итоге он нам его отдает, да? Логика, смотрите. Просто жесть. Укрепленный ящик. С помощью этого крепкого ящика с замком может более организованно хранить наши боеприпасы. Допустим. Так, вы извиняйте, там, девчонки мои дорогие, я не читаю ваше сообщение, не отвечая на смс-ки незнакомых девушек. Мне жена не разрешает. Нет, я не к тебе, извини. Так, микросхема, это хорошо, это очень хороший ресурс. Что, это мачета-бабочка. Она по всем практически, ну не по всем, по многим показателям хуже нашего. Вырванная страница, задача, закончить отчет по ФЛ. Так, 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 больничные листы. Да не нужно, наверное, нам. Ну, если может быть, это какой-то квестовый листочек, который впоследствии пригодится. Слушайте, мне нравится с шифтом лутаться, и при этом мы не шумим. По крайней мере, еще ни разу не зашумели. Ну, возьмем пока снеки, пока вмещаются. Слушай, братан, ты вообще здесь богато живешь, как я посмотрю. У тебя есть спирт и картошка. И все, что хочешь есть. Все? Вроде да. Спасибо за внимание. Давайте отправляться обратно. Заодно нужно не забыть Елене взять кувалдочку. Обязательно. Ну, вот так вот сделаем. Ну что, девчонки, прыгай. По машинам. Поехали. Смотрите-ка, да, Киша хитренькая, а? С Квинси в салончик засела. Елена стала ревновать. Там, в кузове. По пути бы нам еще куда-нибудь заехать, потому что место позволяет. Если что, переключимся. А, на Елену нельзя переключаться. Вот вам и здрасте. Ну ладно, ладно. В любом случае, мешки-то можно передавать, да? Да. Отошел. Жесткое место. Я чувствую, здесь будем страдать не один раз, наверное. Может быть, даже врезаться. На скорости. От какого-нибудь ферала будешь убегать, по-любому, наверное, воткнешься здесь. Жесть, жесть, жесть. Выруливай, выруливай. Выруливай. Ну вот так, давай. Вылезаем. Поехали. Квинси красавчик, а? Как отработал. Слушайте, на самом деле, я прям балдею от этой карты. Прикольно. Огромное пространство. Классное, прям просторное. Здорово все видно. Вот вспоминая предыдущую карту. Забыл ее название, честно говоря. Почему-то хочется сказать Black River. Или Смитвиллская дамба. Вот. Вспоминая эту карту, там как-то вот мало было таких больших пространств. Мне кажется. Либо я уже просто настолько по ней переелся, прикатался, что перестал это все замечать. Ну вот здесь прям как-то отдыхаешь. Очень здорово, особенно днем. А, вот и здрасте. Мешочек можно передать. А переключаться нельзя. Видите, как хитро все сделано. Так, окей. Ну, вы знаете, слишком много мы тоже залутать не сможем. У нас есть, конечно, снэки, от которых мы можем избавиться. То есть, тем самым у нас еще одна ячейка появится. Что можем сбросить? Ну, по идее, можем заправить грузовик. У нас появится еще одна ячейка. Можем выбросить один пакетик. Но пакетики вещь полезная. И, как я понимаю, тратиться они здесь будут тоже довольно быстро. По идее, вот в таких домах могут быть зомби. Нужно внимательно. Без шифта обыскивать. Не, не буду брать этот рюкзак. Если только вот для конца игры, может быть, эти рюкзачки придержать. Например, когда уже ничего лутать не нужно, а нужна легкость. Воу, воу, воу. Ну вот, молотов надо брать. Это по-любому. Семена. Тоже желательно. Давайте вот так вот для начала. Патрончики идут, идут. Очень круто. Так, что у нас здесь? Здесь может быть, кстати, мешок с едой, да? Мог бы быть, но его нет. А вот смотрите, три из четырех. То есть где-то еще одна необлутанная коробка осталась. Скорее всего. Ай, ты что ж ты творишь-то? Безумец. Безумец Квинси. Зачем так сделать? Ну что, семена тоже хорошо. Остаются снеки. Ну ладно. Все. Пойдем дальше. Так, ну вот мы с вами и сделали задание. И привезли довольно-таки немало лута обратно. Мы с вами красавчики. Воу. Назад, назад, назад. Нет, друг, извини. Места все заняты. С девчонками еду, знаешь ли. Всяких тут краснопузых сажать не хочу. И пахнешь неприятно. Очень неудобно сделан заезд на базу. Прям вообще неудобно. Так, а что мы с вами можем сделать? Ну, теоретически. А, все, она убежала, да? Ой, там Джаггер. Ну что, помогаем, нет? Жесть. Ох ты ж, тварь, проклятая. А че там никого? Эй, где все? Вам что, совершенно наплевать, что здесь происходит? Ой, сейчас он ей отгрузит, да. Нам бы на себя его переманить, Джаггернаута. И может, мы его тогда к базе подтащили бы. Нет, короче, все. Мир жесток, ничего не поделаешь. Если мы сейчас вяжемся, скорее всего, Джаггер меня разорвет. А из пистолетика я ему особо урон не наношу. А что есть, кстати? А, есть молотов, да? Ну, девчушка не промах. Смотрите, она, в общем-то, справляется вполне. Так, а, кстати, где она? Он ее убил, что ли? Да ладно. Пошел вон. Что-то непонятная история. Ну, ладно, потом посмотрим. Может быть, кстати, убил. Может быть, я тут замешивал и, наверное, ну и убил. Жесть. А я ничего не сделаю ему, на самом деле, с пистолетика вообще ничего. Глупая затея, на самом деле. Ой, дичь, короче. Сейчас будет заваруха. Жесткая заваруха. Давай, уродицы, иди сюда. А что никто не стреляет? Ой, вы знаете, да, это State of Dickey. Радует меня. На самом деле. Давай, стреляй. Ну что ж ты встал там? Где Елена моя? Я не понимаю, в чем проблема? Ты в машине сидишь до сих пор? Нет. А что делать-то будем? Вопрос. Ну все, привет, а-ля Улю. 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 Куда ты лезешь? Зачем? Ты что? Ты что, сдурел что-нибудь совсем? Куда ты лезешь? Наконец-то она пришла. Ну, ничего там, нормально все. Ты кофе попила, вкусно, пиццы поела, все у тебя хорошо. Ничего страшного. Какая дурацкая ситуация, на самом деле. Затянутая и дурацкая, к тому же. Ой, где, где, где? Продолжение следует... Как-то очень все это затянуто было, ну ладно, там чуть Елену не убил, он там колотил, вообще как безумный. И я пропустил диалог, так, с Рэйм Сантосом встретиться на ферме, хорошо. Так, а вот Елену нам не полечить, к сожалению, потому что нам нельзя на нее переключаться. Что у нее там за здоровьем? Вопрос. 109. Ну, в принципе, неплохо, ладно. Что у нее там за проблемы? Ссадины поверхности снорада, полученный урон. Ну и температура у нее, вот вопрос только, сколько? Не борется с инфекцией, ладно. Пришлось доставать дробовик, на самом деле. Не хотелось, но пришлось. Возвращаем наш пистолет обратно. 534 тем временем с вами влияние, можем что-нибудь захватить, наверное. Так, встретиться с Рэйм Сантосом. И что, дополнительно попросите Елена сопровождать вас в этом задании? Попросим. Есть пока еще дела у нас сейчас. Все переделаем. Вот еще как-то внезапно все произошло. Еда нужна. Это, 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 это. Материалы. Вот, не знаю, у нас сейчас, наверное, будет предел по материалам, скорее всего. И у нас один мешок у Елены, надо забирать. Наверху, что ли, сидит она? Нет, она где-то в здании. Нет, наверное, вверху. Что за издевательство-то, боже мой, ну игра, ну серьезно, где она сидит-то? На каком этаже? Надел ее, на самом деле. В этот костюм черный, не заметил, реально стоял с ней рядом. Она еще сгорбилась там, что-то. Непонятно. Давай, Елена, спутники, погнали. Слушай, я же тебе вроде мешок отдавал, да? Да, давай сюда. Мешок с материалами. Вот сейчас мы, кстати, с вами, возможно, упремся. По материалам. Посмотрим, давайте сбросим, если нам будет предупреждение. Да, предупреждение будет. Можно улучшить объект. Вот, давайте улучшать. Заодно у нас уйдут немножко материалов. И в будущем тоже будет попроще. Так, смотрим, куда мы с вами поедем. По-хорошему бы со скоплением разобраться. И Крэйу Сантосу тоже нужно. А в принципе, это можно сказать практически в одном месте. Что это, что то. Потом мы со скопления переедем спокойно, да? Хорошо. Тогда посмотрим еще раз, что мы можем взять. Наверное, мы с вами возьмем петарды. Скорее всего, захватим. А, я хотел молот Елене, да? Хм-хм-хм. А если я переключусь на нее, то все. Задание пропадет. Как-то вот этот момент здесь вообще не реализован. То есть, я бы вот ей хотел реально молоток бы отдать. Ну, ладно. Ладно, это не так критично. В общем-то, можем пока и так погонять. Смотрим, где у нас что. А, кстати, нам бы починить бы наше оружие, да? Починить и вот эту штуку тоже. Что-нибудь хочется взять, но у нас, по сути, ничего такого-то и нету. Чебный МК-3 есть. С кучей патронов. Ну, патронов у нас 100 куча. Кстати, мы идем же на скопление, да? Да. Давайте-ка еще 30-очку возьмем. Можно вот винтовочку, но они не очень скорострельные. Ладно, разберемся по месту. Канистра заправить. А заправить, кстати, нужно, наверное, да? У нас топлива очень много. Можем себе позволить. Покатаемся какое-то время, наверное, на армейском грузовичке, а дальше там будет видно. Может быть, пересядем на что-нибудь более интересное, если здесь такое есть. Так, едем все время по дороге, и в какой-то момент нужно нам будет свернуть на скопление. Заодно там подлутаемся, и потом к Раю Сантосу заглянем в гости. Феррал. Чертов подонок, он вообще неубиваемый. Он гораздо мощнее своего брата с предыдущей карты. Гораздо мощнее. У него башка какая-то странная. Окей, спасибо, что я за это делаю. Ты не единственный, кто хочет сделать правильное. Конечно, сын. Внезапно. Мы начали это вместе, мы увидим это вместе. Пузатый стоял там, могли бы сейчас цепануть его. На самом деле, пузатого вот ставим вот сюда, в проход, и все. И ничего не сделаешь здесь. Так, когда нам там поворачивать? По идее, уже скоро, да? Вон 450 метров, смотрите-ка. А мы можем здесь по полям? По идее, да. Главное только не перевернуться. Ой, слушайте, классные поля. Обалденно. Все прям так широко, здорово. Хорошо видно. Можно прям спокойно ориентироваться здесь. А по-моему, где-то здесь вроде бы валяется самолет. Полностью обросший какой-то дрянью. Так, скопление у нас уже здесь, да? Выходим. Интересно, есть еще желающие? Ммм, вопрос тратить на них. Но он сюда идет, да? Придется. Потому что они подходят очень близко. Может быть, не очень хорошо в итоге. Один крикун и шесть зомби. Не должно быть сложно. Главное, очень-очень быстро вырубить крикуна. Вырубили. Твою мать, жесть. Ну как он... А как он черт он взорал? Как он услышал? Как... Что вообще произошло? Немножко придется понаблюдать, как здесь дела. Да, пришел... Пришел один. Парень там, да? Прикорнул. Слегка. Постою. Может, не заметят. Головушкой-то уже нету. Думать уже нечем. А что, может, ворвемся на характере с мачетой туда, как раздадим? Жесть. Ворвался. Давай, поехали, Елена. Давай. Руби бошки. Руби тварям бошки. Красиво. Ух ты, гад, а. Слушайте, жестко. Смотрите, один укус и сразу температура на треть. Жесть. Так, что нам дает в итоге? Позволяет персонажей шкаф для припасов безопасить зону вокруг. А кто там долбится, извините? Какого проблемы с головой? Странно. Хорошо, поехали лутать. Здесь куча, на самом деле, ящиков. Я думаю, что ресурсов тоже довольно много должно быть. Ничего не найдено, отлично. Хорошо. Ремонтный наборчик, отлично. Слушайте, ни разу еще не было вот этого звука, да, во время обыскивания. Хранилище поддонов. С помощью этого набора крепких деревянных палет мы сможем более организованно хранить наши материалы. Установить это улучшение, чтобы увеличить место для хранения материала. Прикольно. Сделаем. Слушайте, прям улучшения падают вообще. Постоянно, практически. Вот что мне нужно было. Мне нужна была петарда, но... Что-то я ее забыл взять. А, не можешь взять, да? Ох ты ж. Ладно, пойдем до тачки. Тачку я не знаю. Ну, по идее, можно ближе подогнать, наверное, да? Вроде безопасно здесь относительно. Вроде даже никто не среагировал. Хорошо. Выгружаем всякие вот такие штуки. Ммм, здорово. Люблю, когда по столько ресурсов падает. Знаете, очень приятно. Ну, тогда, наверное, и в домишку заглянем тоже, да? Чтобы уже основательно все изучить. Ох, а здесь, посмотрите, была какая-то то ли база, то ли что-то такое, да? Куча тачек вообще. Видимо, может быть, нашли люди здесь в какое-то пристанище. Но беда пришла и за ними тоже. Сгинули все, скорее всего. Да я понял, что ты урод. Я это уже прекрасно понял. Подкрадун, смотрите, да? Подкрадывается. Елена там с ноги заходит, жесть. Слушайте, прикольный звук был. Во время отрубания. Видимо, у него там титановая пластина в голове была. При жизни поставлен Джиггернаут. Жесть, не получился. Джиггернаут здесь, да вы издеваетесь. Пошли отсюда. Бросай все, валим срочно. Срочно валим. Мы с ним вообще ничего не сделаем. Беги. Беги, глупая, беги за мной. Даже не думай с ними сражаться. Просто беги. Ну, ты хочешь, да? Я вижу. Хорошо. Давай. Так, укусил ее все-таки гад. Вонючий, да? Вон он ходит здоровый Джиггернаут. У нас с вами нет толком вооружения. Мы ничего не сделаем. У меня пистолетик, у нее скар, но этого мало, к сожалению. Поэтому, наверное, мы этот домик лутать сейчас не будем. Мы с вами поедем дальше к Рею Сантесу. В гости. Благо, здесь не очень далеко. Да ладно, я думаю, вот так вот проедем, если что, починим тачку. Сейчас буду кататься здесь, объезды искать. Кому это надо? Да, слушайте, очень здоровская карта в плане перемещения по ней. Вообще шикарно. Раз тебе по полю переехал, ты уже на месте. У них на базе сидят зомби. Нормально, нет? Так, Елена надо спасать. Она же там вляпалась во что-то. Идешь? Идем. Так, с кем поговорить? Поговорить с Реем нужно. Нам нужна твоя помощь, но ты рискуешь узнать нечто неприятное. Ты готов? Да уж куда неприятнее. Мы там только что Джиггернаут увидели огромного. Вот что я тебе скажу. Не так давно к нам в долину прибыла большая группа военных с грузом. Это не было похоже на карантин, как в начале эпидемии. Они прибыли, чтобы что-то уничтожить, что-то очень большое. И они все исчезли без следа. Боже, во что они врезались. Они организовали аванпост около Маршала. Думаю, там можно поискать. Слушайте, вот это интересно. Ну что, готов приступить к осмотру заброшенного аванпоста военных? Я возьмусь за это. С тобой пойдет Киша. Киша, давай-то не выкаблучивайся. Пошли. Лишние руки, лишний ствол мне не помешают. Пойдем. Слушайте, аванпост военных, это интересно. Это далеко, но это интересно. Успеваем? Ну, в принципе, да. Давайте, наверное, еще постараемся по-светлому туда домчать. Друг, как у тебя дела? Чего ты? Надо было спортом при жизни заниматься. Был бы бодрым зомби. А ты вот кушал чипсы. Смотри, что вышло. Ай, жесть. Ну как, чего, кого? Заметил, да? Ну давай, рубиться. Рубиться на ножах будем, давай. Слушайте, Аквинси хорош. Аквинси-то хорош. Ну-ка, девчушки, покажи класс. Он назвал тебя жирный. Твой ответ. Так, сколько нам в итоге метров до туда пилить? О, чё-то я не вижу метку. Куда смотреть? Нет, туда смотреть. Тысяча. Километр. Ладно, ничего страшного. Главное, чтобы там опять застрял. Ну что за издевательство? Боже мой. Я чё-то столько багов не видел даже в предыдущем прохождении, на самом деле. Жесть, толстяк. На машинке это расстояние сокращается. Приятно, согласитесь. Прям опа, уже 700. Почти. Интересно, где-то мы увидим этот самолет, который на картинках здесь везде фигурирует? Да, мы его увидим, чёрт возьми. Вот он. Пошёл вон. Жесть. Плюс пакетик. Неплохо. А пойдём рассмотрим это местечко. Там, конечно, везде чума вот эта вот летает. Я смотрю, в воздухе, да, ошмётки. Вонючие. Скорее всего, подходить туда вообще нежелательно. Слушайте, ну место прикольное, конечно. Жуткое какое-то. Это, видимо, на самолёте сюда, может быть, эта эпидемия попала, да? Интересно, если подойдём ближе, скорее всего, будет воздействие, да, начнётся. Нет, по-моему, полоска температуры вообще не двигается. Проще с чумной стены. Да, вот, смотрите. Нет, пока давайте ничего не будем делать, потому что непонятно, зачем это нужно, и, может быть, потом сюда нужно будет просто по заданию прийти. Слушайте, вот вроде они роняют пакетики, вроде я их подбираю, но потом пакетики могут появляться опять. Видимо, может какая-то задержка, либо что-то такое на выпадение пакетиков. Как-то непонятно. Слушай, тебя подхилить бы к Винси по-хорошему, было бы неплохо, да? Ну, погнали дальше. Упавший самолёт, запомним. Много интересных мест проезжаем, в которых хочется побывать, полутаться. Ну вот, стоп, 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 чёрт возьми, заедем сейчас в озеро, но приходится. Ой, главное, чтобы Елена не выскочила. Они на самом деле могут выскакивать. Мне это не нравится. Вот кто это придумал, не надо было так делать. Чтобы персонажи, как эти самые, становятся как бык на красную тряпку. Прям вылетают, бегут, давай там биться, прям выскакивают из багажника, из этого. Ммм, да, смотрите, тут немало их на самом деле. И летает вон там кровавая чума. Возможно, там что-то такое, то ли сердце, то ли что-то. Непонятно. Ладно, давайте потихонечку будем... Воу-воу-воу-воу-воу. Жесть. А Елена-то могёт. Могёт, когда прижмёт, да? Молодец. Где? Скример, это очень плохо. Уничтожься чумное сердце. Заманчивая перспектива. Чем уничтожать-то, друг мой? И там ещё и скример, да? Попал всё-таки. Попал напоследочек. Жесть. Так, допустим, допустим. Давайте что-то будем думать. Как нам здесь быть? Боеприпасы тратить не очень хочется, потому что у нас, ну, достаточно, но можно поберечь немного. Так, а где, собственно, само сердце, интересно? Хочу прямую видимость получить. Киша там раздаёт. Жесть. Сейчас, сейчас, сейчас что-то будем делать, но нужно обязательно спозиционировать. иначе будет сейчас тяжело. Я пока ещё не вижу само сердце. А, они будут бежать ведь сюда, да, получается? Они, в принципе, и лезут из него постоянно. Да где оно, чёрт тебя, дери? А, вот он, жесть. Ну, давай рубиться будем на ножах, я не знаю. Да ладно тебе, не будь девочкой. Давай. Да плевать на самом деле. Просто плевать. Бейся, Квинси, бейся. Отдыхай и бейся, и снова в бой. А, получай, проклятая тварь. Отлично, всё, ура. Я думаю, это могло быть worse. Ты смеешься? Это было ужасно. Давайте посмотрим и отходим. Вау, куш. Сорвали куш. Пакеты возьмём. Вот это вот меч из лезвия косы, наверное, тоже разберём. Хотя на разборку он не такой же крутой. Вот это вот надо брать. По-любому. По-хорошему бы рюкзачок взять. А вы знаете, тут, по сути, туда-сюда и брать-то нечего, да? А ну-ка сейчас попробуем перезарядиться. Сколько у нас патронов? Да, немного освободилось. Ну, надо рюкзак. Почему? Потому что мы кому-нибудь его дадим. Но всё-таки на 8 слотов ярко-синий. Хорошо. В остальном... Ну, вот этот давайте возьмём. Я понял. Сделаем вот так. Вот отвертку выбросим. Некрасивую. Лучше возьмём ножик какой-то там классный. А как нам рюкзак теперь подобрать? Жесть. Ну вот, поменял рюкзак на отверточку, да? Прикол. Ах ты ж, зараза такая. Ладно, давайте вот так вот сделаем сейчас. И возьмём лучший рюкзачок. К сожалению, нельзя переключаться на персонажей, на других. Это обидно на самом деле. Потому что, реально, мы ходим с ещё одним хорошим рюкзаком. В виде нашей Елены. Не обижайся, Елена, что я тебя так нежно называю мой рюкзачок. Пакет удобрений. Ох ты ж, да. Слушайте, ну тогда... От чего бы сбавиться? Не знаю. Болтики берутся. Импортный R12. Надо брать. Надо брать. Делать не станешь, да? С характером ты у нас, однако, мужчина. Выбрасывай вот это барахло. Давай вот это. И надо вот это ещё забирать. Не знаю, что выбросить. Просто не знаю. Пойдём в тачку, смотри, что у нас в тачке. Тачка, по-моему, тоже под завязку. Ну, может быть, там что-то можно выбросить. А где, кстати, она? А, у нас на входе стоит. Далеко придётся бежать. А на входе где? Стоп. А здесь, по идее, должна стоять, насколько я помню. Да, вот она. Ферал, тварь, вонючая. Сдохни. Просто сдохни. Ну, хотя бы здесь спутники стреляют. Это безумно радует, на самом деле. Сейчас бы этот Ферал мог бы нас тут всех порвать. Посмотрим, что мы можем с вами выбросить. Что можем сложить вместе. Да ничего. А, у нас патрончики подыстратились немножко, да? Мы можем сделать вот так. Можем сделать вот так. И у нас с вами, итого, две ячейки. Хорошо. Обязательно нужно вернуться, обязательно нужно там всё долутать. Он наверху, вроде бы, коробочка есть. Или мне показалось? Что-то я там не мог взять, я помню. Сейчас, а ну-ка, пойдём посмотрим. Ой, как вы калите, ребята, как вы калите меня. Да, вот это я хотел взять, это улучшение. Интересно все их проверять, смотреть на будущее. Чтобы в будущем понимать, нужно нам такое или нет. Коктейль молотого, пригодится. А вот улучшение палет нам уже больше не нужно. Так что мы просто заберём мешочек. Ещё три ящика где-то нужно облутать. Ничего не найдено, хорошо. Так, а здесь что? Есть коробочка. Да, снова мы с вами упираемся в проблему переносимых предметов. Что мы нашли, давайте посмотрим. День три. Связались с выжившими неразбурчиво яростное сопротивление. Патрулям приказано избегать гражданских, идентифицированных как семья Уилкерсонов. Первое патрулирование в городе... Нгуен не врал. Нам потребуется больше техники. Задолбали эти чумные зомби. В этой долине творится какой-то невообразимый кошмар. А док как будто не удивилась. Нгуен погиб. Кьюка с Расселом тоже. А док всё такая же спокойная. Чёрт, капитан говорит, что завтра возвращаемся. Бет, прости, всё так вышло. Ну понятно, мы нашли дневник, видимо. Ну, наверное, он нам не нужен, мне кажется. Кофеёчек давайте пока прихватим. И нам нужно ещё одну коробочку найти, и уже отсюда во свояське убираться. Может здесь где-то была? Не похоже. Кучу лута на самом деле просто пропускаю, потому что не могу Еленой пользоваться. Как бы это двояко не звучало. Ха-ха-ха. Ммм, там толпа. Неприятная, может быть, толпа в итоге. Ох, чёрт возьми, хорошие вещи лежат, хорошие вещи. Ну, гранат дымовая так себе. Ладно. Если что, вернёмся. Хотя, наверное, нет. Конечно же нет. Не вернёмся. Я даже не хочу ничего другого лутать, потому что нам нужно обрыву коэнного журнала принести, да? Отлично. Хорошо, что я задание прочитал, чёрт возьми. Ну, сейчас бы вляпались бы. Пойдём забирать обрывок этот. Наверное, кофе. Кофе вещь хорошая, но ладно. Не в этот раз. Игре очень не хватает озвучки, на самом деле. И пускайте даже фразы, они повторяющиеся периодически. Там одни и те же говорятся. Но нереально здесь их читать. Особенно в заварушках. Особенно вот в каких-то моментах, когда тебе нужно продумывать свои действия. Просто нереально, невозможно их читать. А что происходит? Простите. Это крикун был? Что-то ну как-то это... Горло болит, наверное. Ну что-то ну как-то хрипло. Посопел там, постоял. Ну что, к Рею Сантосу дорожка уже знакомая относительно. Я думаю, что без проблем с вами прокатимся. И, наверное, у него мы с вами и остановимся. На ночлег, так скажем, до следующей серии. Да какого черта? Ну почему? Элементарно же. Включаешь понижайку и спокойно заезжаешь. Что сложного-то? Так, здесь что у нас? Проезжаем, да? Чертова ночь. Вообще темнейшая какая-то. Нереально темная. Того и жди, сейчас прям в джиггернаута врежешься на полном ходу. Так, а мы толпу притаранили, да? Я сюда в итоге, ладно. Разберутся наши девахи, я думаю, должны. Какая-то ты странная. Ты в курсе, что зомби лучше стрелять в голову? Разве в школе не учили? Я рад, что обошлось без потерь. Удалось что-нибудь обнаружить. Я тебе сейчас такое расскажу. Записи, которые ты нашла, они... Поговорить с Кишей. Окей, давай пообщаемся. Рей неплохой парень, но мне хочется настоящего дела. Можно к вам присоединиться? Ну да. А чего нет? Давай, залетай. Вроде в девах неплохая, боевая такая, здоровская. Так, итогу, у нас с вами плюс один выживальщик в нашем отряде. Здорово. На всякий случай поставим меточку, чтобы контролировать, где он там бродит, ходит. Давайте, может быть, поторгуем с ребятами. Что у них появилось в продаже интересного? Медикаменты. Ну, вроде бы нам пока не нужны. Я абсолютно готова, чтобы увидеть какие-то действия. Это вроде тоже не нужно. А вот медицинки я бы приобрел. Вопрос только, что им продать. Да, медицинки я бы за 75 бы приобрел. Вот так вот сделаем. В остальном, наверное, больше нам ничего здесь особо и не нужно. Ни продать, ни купить. Хорошо. Ну что ж, друзья, я думаю, в этом месте мы с вами закончим. За кадрами доберусь до базы. Сброшу все это барахло. Посмотрю, что там можно еще улучшить. Было как-то мы так и не заглянули на базу за все это время. Расставлю апгрейды по своим местам. И в следующей серии будем с вами продолжать. Заодно отвезу Кишу на базу. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения, пожелания. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.